Добрый день, Герр Келлер. Добрый день. Она действительно прекрасна. Да, настоящий репин. Документы готовы? Да, готовы. Заключение экспертов? Конечно. Не понимаю, зачем мы отдаем ее русским. Это не наше с вами дело. Ваше дело – передать ее мне. Мое дело – доставить в Россию. Жест доброй воли бундесканцлера. Счастливой дороги. Надеюсь, все пройдет хорошо. Уверен в этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Витя, на минуту. Нехорошо получается, не солидно. Ну, друг твой. Выезжает на места преступления, расследование ведёт. К тайным, можно сказать, государственным допущен. А в штате не числится, непорядок. Ну, он вроде как свободный художник. Здесь не Арбат, а спецслужба. Свободный художник. Короче, Лебедев, или ты находишь аргумент и убеждаешь своего друга работать у нас внештатным, скажем, сотрудником, или Нагиева здесь больше не будет. Думай, полковник. Может, ещё коньячку? Нет. Что в нашем министерстве работают такие очаровательные девушки? Мёртвые краски. В каком смысле? Акрил. Полимерная эмульсия, в которой растворён красящий пигмент. Запах акрила убивает все остальные, и картина теряет неповторимость. Интересный у вас взгляд на живопись. Я люблю масляные краски. Они индивидуальны. Первый раз на выставке под видом журналиста. А как вам это удалось в движении журналиста? Главный редактор одной газеты мне кое-чем обязан. Кажется, началось. Пойдёмте. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, сегодня знаменательный день в истории российско-немецких отношений. Министерство культуры Германии в качестве жеста доброй воли возвращает в Россию полотно великого русского художника. Бита Геокёлер. Данке, господин Тропини. Илья Ефимович Риепин. Этюд картине «Торжественное заседание государственного совета». АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые господа журналисты, пресс-конференция начнётся через 20 минут, а пока я, как хозяин галереи, приглашаю вас на лёгкий фуршет. Прошу вас, господа. Остались настоящие ценители. Люблю запах картин великих мастеров. Во время войны очень многие произведения великих русских художников были вывезены. Очень редко великие полотна возвращаются на свою, так сказать, историческую роль. Это подделка? Ну, сегодня мы являемся свидетелями величайшего. Товарищ, вы что делаете? Это подделка! Это подделка! Это подделка! Товарищ генерал. Ты что, голос потерял? Никак нет, товарищ генерал. Надевай штаны и срочно в управление. Включи новости. Я перезвоню. Заявил премьер-министр К другим новостям Продолжает разгораться скандал с картиной Репина Переданный сегодня Министерством культуры Германии о российской стороне Подробности в нашем сюжете Никто не мог предположить, что жест доброй воли обернется настоящим фарсом Похищенное в годы войны из музея «Царское село» полотно Долгие годы считалось пропавшим Однако во время передачи картины случилось неожиданное Это подделка! Репин никогда в своих картинах не использовал краски на основе акрила Это фальшивка После заявления эксперта специального бюро расследований Разгорелся международный скандал Это провокация Я убежден, что картина подлинная К другим новостям В очередной раз без электричества остались жители Приморского края Министр чрезвычайных ситуаций вылетел Да? Ну и с каких это пор ты заделался у нас экспертом СБР? А что я должен был бы сказать? Спасибо, друг! Оставайся на месте, я скоро буду Да, товарищ генерал Свободный художник, говоришь? Товарищ генерал Какого хрена? Какого хрена он представляется экспертом СБР? Знаешь, кто мне звонил? Значит так, Лебедев Мне эта самодеятельность надоела Дуй в галерею И чтобы уже через час был у меня с докладом Вопросы есть? Никак нет Наполняй Охренеть! Что ты сказал, котенок? Мне нужно задержаться еще минут на сорок А мне, к сожалению, уже пора Когда мы снова увидимся? Завтра, на обследовании Все еще хотите написать диссертацию? Ну, конечно Такой знаменитый пациент Я просто хотел сказать, что картина поддельная Не думал, что поднимется такой шум Весь интернет уже гудит Вы сегодня лидер просмотров за день Вот как-то так Ну вот, это ко мне Тогда до завтра? Да, до завтра Я буду ждать вас к прем Удачи Спасибо Привет Привет Ну что, захотел вспышать фотокамер? Господин эксперт Добрый день Я полковник СБР Виктор Лебедев Советник посольства Германии Титер Келлер Очень приятно Здравствуйте Здравствуйте А вы, я так понимаю, владелец галереи Паньков Геннадий Владленыч, Геннадий Владленыч Господин Келлер Вы утверждаете, что из Германии Вывезли подлинник картины Есть соответствующее заключение Да, мы с заключением потом разберемся Вы картину как везли? В специальном кейсе Кейс везли в брономобиль В сопровождении два охранника Водитель и я По дороге делали остановки? Остановки не положены По инструкции Ну, а как же естественные нужды? В машине есть биотуалет Эти откуда? Картина находится Под постоянной охраной Государственной службы охраны Где находилась картина До начала выставки? В хранилище Мне его нужно осмотреть Да, конечно Да, и У вас есть токан воды? Прошу, господа Вот, пожалуйста Ну, что скажете Господин эксперт Что, аресты на три? Что, аресты на три? Здесь все обработано аресты на три Противогрибковым препаратом Поэтому Ничего конкретного Я сказать не могу В этом кейсе Перевозили картину Да Поднимайте его наверх Картина Точнее, подделка Лежала в этом кейсе Да, абсолютно точно Картину мы забираем с собой Вы не имеете права Оформление документов Это собственность в Германии Хорошо Картина в кейс Кейс в хранилище Хранилище под мою охрану Гуд? Гуд Вы можете подтвердить или опровергнуть Погнали в картину? Давай, давай Сколько это? Вы не начали по делу? Господа журналисты На все ваши вопросы С удовольствием ответит наш эксперт Пожалуйста Ваш комментарий Слушаю Господин эксперт Вас беспокоит Келлер Наш посол хотел бы поговорить с вами Вы имеете возможность приехать в посолство? А когда? Прямо сейчас, если вам не сложно Дело не терпит отлагательств С учетом пробок Я могу быть у вас не раньше, чем через час Мы ожидаем вас До встречи Присаживайтесь Чай, кофе? Нет, спасибо Не буду скрывать Мы попали в очень неприятную ситуацию Вопрос реституции для нас очень болезненный И весь этот фарс Наносит урон репутации Германии Мы уверены Что привезли в Россию Подлинник Помогите нам доказать это Не без... Не безвозмездно, конечно Картина поддельная Я соглашусь провести расследование Но при одном условии Меня интересует истина А чьей репутации она навредит Меня совершенно не волнует Хорошо Детали обсудите с господином Келлером И еще одна просьба Никому не сообщайте о нашем сотрудничестве Я надеюсь, вы меня понимаете Понимаю Всего доброго Ах да Всего доброго Большое спасибо Я рад, что вы согласились Как только появятся новости Звоните Обязательно Господин Келлер Если будут новости Я вам позвоню Чтобы определить подлинность картины Исследуют раму холста краски Доступа к раме холста у нас нет Пока это собственность Германии А вот образцы красок мы изучили И? И ничего Судя по глубине трещин Возраст картины около ста лет По заключению искусствоведа Именно такими красками пользовался репин Именно такими? Да Вот и отлично Значит, закрываем дело? Что? Я бы хотел проконсультироваться В НИИ химии поверхности Это что еще за НИИ? Это единственный институт Который занимается разработкой И тестированием красок Искусствовед мог ошибиться А он нет А может быть он и Не ошибался На совещании в МИДе Немцы сообщили, что начали свое собственное независимое расследование И как ты думаешь Кого они наняли Для этого? Я его понимаю Он частный сыщик Ему нужна реклама Создал шумиху Подтянул прессу Ну, очевидно, неплохо заработает Ну, вот Почему он тебе об этом не сказал Вы ведь такие друзья Не пропало еще желание Посетить НИИ? Вот так Лебедев Сегодня В 13.00 Немцы проводят еще одну экспертизу Если И они подтвердят Подлинность картины Я закрываю дело Вопросы есть? Никак нет Осторожней, пожалуйста Еще кипятом очко? Нет, спасибо Да Так вот Основная проблема масляных красок Это то, что они очень долго сохнут Очень долго Мы проводили разные исследования Добавляли всевозможные полимеры на основе акрила Но ничего не получалось И что дальше? А параллельно с этими исследованиями Мы занимались изучением растворителей В частности, эфирокарбоновых кислот И как это связано с краской? С краской? Самым непосредственным образом Вы знаете, как изобрели Виагру? Нет Когда проводили клинические испытания Нового сердечного препарата Оказалось, что на сердце Он влияет Незначительно А вот на другое Очень даже И у меня родилась идея А что, если добавить в масляную краску Смесь акрилата и эфира? Замечательная идея И? После серии экспериментов Мы получили уникальную краску Уникальную Эфирный акрилат улетучивался Краска высокала очень быстро Адгезия к поверхности 98% У меня даже собирались Выдвинуться на соискание Государственной премии Но... Но? Но через две недели Все экспериментальные образцы Потряскались Краска буквально старела На глаза Она оказалась Совершенно Непригодной Так И что потом? А ничего Кому нужна Трескающаяся масляная краска? Работу свернули Документацию сдали в архив А потом началась эпоха новых красок А масляных все забыли Илья Леонидович Вы могли бы показать мне эту документацию? Да, конечно Идемте в архив Я вам все покажу Да, раньше здесь скипела жизнь 26 лабораторий Это только наш отдел Теперь, конечно, наука не в почете Торговля Вот двигатель прогресса Конкурирующая фирма Боже мой Голубчик Вы ли это? Боже мой Сколько лет Надеюсь, вы еще не бросили науку, друг мой Ой, я вас видел сегодня По телевизору Какой-то скандал С поддельной картиной Подождите Подождите Да, да, да А вы говорите Кому нужны Трескающиеся масляные краски? Пойдемте в архив, профессор Да И что ты здесь делаешь? Расследуя одно дело, которое собирались закрыть А что здесь делаешь ты? Решил проведать Илью Леонидовича Какой ты заботливый Не забываешь старых друзей? Ты мне ничего больше не хочешь сказать? Ничего Как тебе работает цена немцев? Ты за деньги Или из-за идейных убеждений? Ты же вроде как эксперт СБР Или уже нет? Запах денег забил все остальные? Тебя это не касается Не касается? За помощью тогда можешь не обращаться Аналогично В каком же году это было? Акрылаты, акрылаты, акрылаты А вот она Здесь полный отчет Боже мой Вот это уже интересно Илья Леонидович, постарайтесь вспомнить Кто был заказчиком исследования Это очень важно Минуточку А вы, коллега, я так понимаю Не собираетесь делиться информацией? Не собираюсь Вот она Кто бы что ни говорил Раньше был порядок Ну вот и я не собираюсь Спасибо огромное Ну что, коллега Приступим? Битте Спасибо 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 Здравствуйте Вам для кого цветочки Здравствуйте Здравствуйте Покажите Тюльпаны, например Да, конечно Только понюхайте Какой аромат Свежайший Только вчера из Голландии приехали Ну, не вчера А три дня назад И не из Голландии А из Подмосковья Стояли в воде С добавлением консерванта На основе оксида серы Я вам советую Активированный уголь Эффективность та же Но он натуральный А-а Тут и я смотрю Лицо знакомое Вы этот самый Человек-собака Какая собака? А можно с вами споткаться? Добрый день Здравствуйте Компенсация Компенсация за моральный ущерб Спасибо Ну, почему ущерб? Я получила массу удовольствия Кстати, у меня для вас тоже есть сюрприз Немцы подарили поддельного репина Чем пахнет собрание Ну и главный хит Человек-собака Разоблачает немецкую фальшивку То есть вы читали? Читал Я смотрю, слова вас не радуют Чувствуешь себя обезьяной в зоопарке Извините Что, нужна моя помощь? Скорее тебе, включи телевизор Телевизор зачем? Включи, узнаешь У вас есть пульт? Да Новости? Да И вот сегодня была поставлена точка В деле о якобы поддельной картине репина Поддельный репин Немецкая фальшивка Подарок с неприятным запахом Такими заголовками еще вчера Пестрели многие издания Но вот сегодня мы наконец-то узнали истину Международная экспертиза провела тщательное исследование Холста и красок Химический и спектральный анализ Дал однозначный ответ на вопрос Что это? Подлинник? Или все-таки подделка? Комиссия официально признает Этюд картине заседания Государственного совета Подлинником Принадлежащим кисти Или репина Напомню нашим телезрителям Что скандал разгорелся После заявления одного из посетителей Выставки Который представился экспертом СБР Он утверждал, что картина поддельная Я вообще, честно говоря, удивлен Как могли поверить заявлению Какого-то самозванца Ведь если ты человек-собака То тебе надо лечиться А не картины нюхать Я правильно говорю? Завтра в галерее русский арт Состоится акт передачи картины Сорванный из-за глупого скандала К другим новостям Ложь Картина поддельная И я это докажу Здравствуйте, Светлана Здравствуйте, товарищ полковник Как ваши дела? Мои хорошо, а как ваши? Уже привыкли к новому званию Товарищ полковник? Да нет, меня пока только вы так называете Да что вы, остальные? Остальные просто Виктор Как тогда на банкете Помните? Вы когда Ушли и все стало Таким серым, безрадостным Ну а как же ваша очередная звездочка? Не сумела вас зажечь? Значит без шансов Садись Посмотрел я твой доклад И что скажете? Какие-то пропавшие бумажки Маразматик-профессор Ни одной прямой улики Международная, я подчеркиваю Международная экспертиза Подтвердила подлинность картины Дело закрыто Все Товарищ генерал, я тут еще кое-что нарыл Забудь, Лебедев Наше дело ловить Убийц и террористов А не заниматься всякой там Музейной мазней Дело закрыто Ясно Разрешите идти? Иди Слушаю Господин эксперт Это Дитер Келлер Да Посольство Германии В ваших услугах не нуждается Но Мы поддаем на во всю доклевету И будем тревать От финансовой компенсации За ушеп Причиненный Репутацией Государства Германии Всего доброго Твою мать Это правда, что немецкое посольство подает на вас в суд? Какова сумма иска? Кто заплатил за эту провокацию? Чем от меня пахнет? Дерьмом От всех вас Да Я эксперт Вы сильно облажатся с вашей картиной Но У меня есть один бумажка Который сделает вас чуть-чуть сильно счастливой Правда, есть еще и два условия Первый Вы должны извиниться Посмотрим А второе? Второе Я никогда больше не надевать ваш защитный презерватив Ну Посмотрим Я уверен, что картина поддельная Ну что ж Если ты меня так упрашиваешь Я, конечно, поделюсь с тобой информацией Так вот Заказчик на разработку краски в НИИ поверхности Был Минтранс А документ подписывал некто Засмагин ГВ Ну и что? Через полгода господин Засмагин Увольняйтесь Министерства А через некоторое время Становится соучредителем Реставрационной фирмы С поэтическим названием Палитра Интересное совпадение, правда? Далее следы господина Засмагина ГВ Теряются, но в документах фигурирует фамилия другого соучредителя Некого Сурикова ДИ Так вот Этот Суриков ДИ В настоящий момент Надеюсь, честно и добросовестно Выполняет обязанности директора Художественной школы номер 8 В которую я завтра собираюсь зайти в гости Так ведь дело закрыто Ну да, закрыто Только мне никто Не запрещает иногда ходить в гости А какие у вас планы на завтра? Гер-эксперт Ой Совсем забыл Вы же больше не гер Ну хватит Гер-эксперт Не вешайте нос Я вам помогу Не без Не безвозмездно Конечно Здравствуйте Здравствуйте Нам нужен директор Дмитрий Игнатьевич Он на занятии В третьей мастерской Это по лестнице Вторая дверь налево Спасибо Не за что Простите А вы кто? Начиналось все очень хорошо Лихие девяностые Шальные Деньги Палитра процветала Многим в те времена Хотелось получить Копии Известных полотен А затем Дефолт Кризис Стало не до искусства Заказы пропали Да и многие заказчики Пропали Фирму пришлось Закрыть А Засмагин? А я его не видел Лет десять Говорят он в Америку уехал Не знаю Если у вас ко мне все То прошу меня извинить Идут занятия Ясно Спасибо Спасибо Что скажешь Ну чего Похоже директор чистил Была последняя зацепка Ты уверен что картина подделена Я уже ни в чем не уверен Мне надо еще раз увидеть картина После этой шумихи в галерею тебя не пустят Витя Мне нужна твоя помощь Ну эти слова дорогого стоят А сколько они открываются К счастью Досадное недоразумение Не смогло Омрачить радость общения С великим полотном Великого художника По-моему пахнет репиным Уважаемые господа журналисты Как обычно Легкий фуршет Прошу вас Пожалуйста Проходите Чудесный вечер Нас засекли Уходим Ну что Картина поддельная Ты уверен Абсолютно Ну что ж Пора ехать к генералу А где доказательства Дело закрыто И чтобы открыть ее повторно Нужны железобетонные улики У вас такие есть? Есть В галерее висит в отдельной картину Международная экспертиза Подчеркиваю Международная Доказала обратное И что же это у нас получается? Все эксперты дураки А кое-кто один Самые умные И главное Я не могу вести Разыскные мероприятия На основании заявлений Лиц не имеющихся И лиц не имеющих никакого отношения к СБР Кто-то в галерее в галерее меняет картину И теперь И теперь Эти кто-то Снова меняют ее на подделку В наглую Уже не опасаясь новых скандалов и экспертиз Картина под сигнализацией госслужбы охраны Кругом камеры наблюдения Как ее можно подменить? Не знаю Но ее точно меняют Эксперты не могли ошибиться И я не мог ошибиться Допустим, я тебе верю Но этому делу можно дать законный ход При одном условии Человек, назвавший себя экспертом СБР Должен являться им на самом деле Каким образом? Ну Я могу пойти на небольшое нарушение Взять тебя на работу задним числом В качестве внештатного эксперт И что я должен буду делать? То же самое, что и раньше Но уже на законных основаниях А мои клиенты? Да пожалуйста, ты же внештатный В противном случае Дело В архив А ты в утиль Не думаю, что тебя это устроит У меня будет одно условие Слушай В любой момент Я могу уволиться по собственному желанию Да ради бога Дату Подпись Подпись И что теперь? Есть у меня Какая идея Представились сотрудниками СБР Один даже корочку показал А вот второй Это как раз тот Который Всю эту шумиху И поднял И что? Вынихали что-то? Да нет Ушли И вроде Поверили Поверили? А какого хрена Они крутились в галерее? А? Чего ты им ляпнул? Я ляпнул? Засмага Да ты что? Сколько лет Ты меня знаешь? Я же тебя просил Никогда Меня так не называть Добрый вечер Господин Кирилл Чем обязан? В деле о подмене картины Появились новые факты Мы решили провести Повторную экспертизу Завтра в 10 утра Картина должна быть готова К транспортировке Я не понимаю Но уже было две экспертизы? Мы приняли такое решение И пожалуйста Никакой прессы До свидания Господин Панков До свидания Дэн Звонил Келлер Сказал, чтобы картина Завтра была готова В 10 Что? К чему готова? К транспортировке К транспортировке? Овная задница Что делать? А ничего Пусть везут на экспертизу Свою картину Свою ты меня понял? Понял И больше не звони мне Я сам тебя найду Понял Значит так Слушай меня внимательно Есть Гена ты гений А вот и Паньков подъехал Хотите? Ну давай Как вы можете Есть эту гадость Целая делегация Давай прием А вот сейчас начинается самое интересное Идут в хранилище Интересно Где они будут менять картину Так Сюда ставьте Я не понимаю Они что собираются менять ее утром Или картину уже подменили Или картину уже подменили Уехал Товарищ полковник Да я вижу Я пойду покурю Иди Не понимаю Где мы прокололись Не знаю Ну ничего себе Да Максим отбой Товарищ полковник Он вернулся С каким-то хмырем ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, Городио Да ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь направо Держи Давай Ну что Картины Орепина приплыли? Спасибо Сюда, пожалуйста С завтрашнего дня вы здесь больше Не работаете Здравствуйте Александр Георгиевич Полковник СБР Лебедев Присаживайтесь, пожалуйста А на каком основании Вы без объяснений задерживаете Заместителя министра культуры? А это вы сейчас узнаете Ведите задержанного Присаживайтесь Полковник, вы даже не представляете Какие вас ждут неприятности Геннадий Владимирович Вам знаком этот человек? Да Это Тропинин Александр Юрьевич Организатор и главарь нашей Его преступной группировки Понятия не имею О чем он говорит Товарищ полковник Он врет Это он Придумал эту схему Это он Организовал Художественную галерею Я владелец фиктивный Бред Бред Гражданин Зашмагин Расскажите А как вы стали Паньковым? В Минтрансе был скандал Связанный с хищениями Меня подставили Тропинин Помог мне сменить фамилию И что было дальше? Дальше я рассказал Тропинину О красках Вот он и решил С помощью этих красок Подделывать картины Скажите А что делал в вашей группировке Суриков Директор художественной школы Суриков подделывал копии За копейки Все Все деньги забирал себе Тропинин Это сволок Я все же дерьма вытащил Ты гад Александр Вы же заместитель министра культуры Спокойней Вот это настоящий Репин Ведь уникальную масляную краску Делают красящие пигменты Например, два оттенка коричневого Умбра и асфальт Умбра Это смесь бурого железняка С окисью марганца Добывали ее В итальянской местности Умбрия А асфальт Углеводороды парафинового ряда Привозили из Дамаска В Сирии И это только две краски Оказывается, меня пригласили На лекцию по химии А я-то наивно полагала Что у нас вторая попытка свидания Ну Я думаю, что Здравствуйте Здравствуйте А, деловая встреча Понимаю Я на минутку Ты должен был приехать час назад Извини, пробки А ты что, здесь уже свидание назначаешь? Это не свидание Ну, не свидание Так не свидание Поговорим о деле Подлинник А по-моему, поделка ничем не хуже Ни один эксперт не докопался Ну, если б не ты Ты пришел сюда, чтобы меня похвалить? Не только Пойдем Взгляни В смысле? Так это же... Да Подделка Тоже прошла через галерею Панькова И таких картин в наших музеях десятки И что теперь? Найдем Заменим Только тихо Хватит нам скандалов про человека-собаку Ну, что ж, я не буду вам мешать Я пошел Всего доброго До свидания Ну, что Вы уже определились с форматом нашей встречи? Определился Может Может Пойдем ко мне? Пойдем ко мне? Пойдем ко мне? Да Пойдем ко мне? Пойдем ко мне? Пойдем ко мне? Это всё Вánt Пойдем ко мне? proved Пойдем ко мне? Это всё Твоя Эola Эту 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok